Всем привет! Я рада вас приветствовать на просмотре шоу ТОП Модель по-американски. Надеюсь, что сегодня нас ждет интересная серия. Мы сегодня смотрим серию номер 7 четвертого сезона. Не забывайте после просмотра переходить в телеграм-канал и голосовать за лучшую фотку. Мы с вами собираем свой топ и смотрим, кто бы победил, по нашему мнению, в этом шоу. Ну, я думаю, что соберу статистику и расскажу вам на спецвыпусках. Кстати, половина сезона практически у нас прошло, или уже совсем прошло. В общем, скоро нас ждет первая часть спецвыпуска. Расскажу о девушках, которые вы были. Если ждете, обязательно пишите. Не буду затягивать. Давайте посмотрим, что же у нас случилось в прошлой серии. Посмотрим напоминалку и приступим к просмотру. Приятно вам провести время. Начинаем. В предыдущей серии кожа Мишель постепенно очищается, и она вполне уверенно чувствует себя на вечеринке, чего нельзя сказать о Тиффани. Я слежу за макияжем, потому что он сам мне ничего не скажет. Бритни перешла все границы. Выпьем! На фотосессии девочки сражались с колесами, пока Луви и Ребекка искали свою сексуальность. Ребекка — это безопасный секс. Фотографии Лувины стали лучше, и судьи отправили ее домой. Осталось 9 девушек. Кто из них уйдет домой сегодня? Многие-многие не согласились с выбором судей. В этот раз там были у нас бурные обсуждения. У нас абсолютно другие фаворитки, и фотки выбывших девушек понравились очень многим. Так что, да, субъективность там имела место быть. Татьяна, Луви, Кинья, Британи, Ребекка, Брэнди, Сара, Брита, Келлен, Ноэль, Мишель, Наима, Кристин, Тиффани. Топ-модель по-американски. Стайрей Пэнкс. Из моей комнаты ушли трое. Она кажется такой пустой. Луви оставила записку на кровати. Правда? Она мне очень нравилась. Мне очень жаль, что она ушла. Вы были моими лучшими подругами. Когда я оставалась в последней двойке, я помню, как мне было страшно. Судьи говорят, что у меня слишком милое и наивное лицо. Ты похожа на девочку-скаута? Мне очень хочется стать более яркой и сексуальной, но мне трудно сконцентрироваться на этом. Я все время думаю о своем парне. Мне нужно подтянуться. Это твое лицо. И ты легко можешь его изменить. Меня беспокоит, что судьи говорят, это застенчивая, неуверенная девушка. Фотограф сказал, что он сразу отметил твою неуверенность в себе. 20 лет жизни трудно переделать за несколько недель. Очень милое общение у них показано. Выглядит это все очень искренне, что они не играют на камеру. Интересно наблюдать за такими вставками. Сегодня мы идем на ужин в какой-то известный ресторан. Его владелец Эштон Качер. Я выросла совсем в другой обстановке. Ничего такого в моей жизни не было. Мы можем предложить вам тартар из тунца, жареные кальмары. Я попробую что-нибудь. Вот это что такое? Тартар из сырого тунца. Канел, что там сырое? Тунец. Я не привыкла к сырой еде. Мы всегда готовим еду. Жарим или варим. Мне это не очень нравится. Я много шучу, много смеюсь, но я чувствую себя, как рыба на берегу. Капучино? Это с пеной? Да, дорогуша. А на дне нет никакого сока. Сок, где она выросла. Девочки, письмо от Айры. Вы хорошо ходите, но умеете ли вы хорошо говорить? Будьте готовы в 11 часов. Хорошо говорить? Мы можем хорошо спать. Это я точно могу сказать. Ой, интересно. Конечно, мы не видели, хорошо ли они ходят. А, в первых сериях, да, у нас что-то было связано с показом. Какие-то интервьюшки нас ждут. В принципе, да. Уже время подходит. Ну, должны они где-то появиться. Седьмая серия. Мы подъехали к какому-то зданию. Когда я увидела маски на фасаде, я поняла, что мы будем играть на сцене. Да. Я могу точно сказать, что я не актриса. Когда я была в пятом классе, я играла в одном спектакле, где у меня была всего одна строчка. Мне было так страшно. Так, так, так. Как дела? Хорошо. Модели часто приглашают на устную рекламу. Сказать небольшую речь. Провести презентацию. Все эти навыки должны быть у вас в багаже. Я теперь смотрю на этого мужчину, и мне кажется, а вдруг это Джей переоделся после той серии с макияжами. Я вижу прочную связь между умением позировать и умением играть. И тут, и там нужна уверенность. Ты должна уверенно делать то, о чем тебя просят. Я научу вас одному диалекту. Диалекту Кокни. Кокни. Я и по-английски плохо говорю. Клара купила куклу, все вместе. Клара купила куклу. А теперь то же самое, но без буквы «К». Это как стишок «Чити-чити», «Бэнк-бэнк» или «Мэри Поппинс». Если хочешь идти... Если хочешь идти... Иди. Иди. Встали. Ларри вызывает нас по одному, чтобы мы обыграли эту фразу. Интересно вот эту сцену посмотреть в оригинале, наверное, было бы. Кстати, у нас эта серия, я узнала из комментариев, спасибо вам большое за это. Она была в урезанном виде, я еще до просмотра об этом узнала, потому что видела несколько комментариев. И мне помогли найти серию в полной версии на вот одном ресурсе, где я не смотрю обычно. Поэтому мы сегодня смотрим полную неурезанную серию. Спасибо вам за это. Спасибо конкретно одному человеку, кто скинул мне в директ ссылку. Очень пригодилось. Если вы находите какую-то информацию интересную и вы хотите поделиться со мной, я буду очень признательна. Можете кидать прямо в комментарии в телеграм-канал, я там все-все-все вижу. Либо в комментарии на ютуб, я стараюсь их все прочитывать и скринить что-то важное для того, чтобы потом спецвыпуски по скандалам о шоу все это рассказать. Я коплю информацию, поэтому делитесь. Спасибо вам за это большое. Соберем такое сообщество полное по топ-модель по-американски, потому что, конечно, я могу упустить некоторые моменты, которые интересно послушать всем, я думаю, будет. Я не знаю. Если хочешь идти, иди. Я ужасно волнуюсь. Я родилась в Миннесоте, и мне очень трудно изменить свое произношение. Я не знаю. Если хочешь идти, иди. Первое слово еще раз. Я не знаю. Я сказал «я не знаю». Скажи еще раз. Я не знаю. Не то. Если хочешь идти, иди. Если хочешь идти, иди. Я не знаю. Какие там слова? Я четыре года занималась драмой, и мне это несложно. Если хочешь идти, иди. Еще раз. Если хочешь идти, иди. Ты хорошо подражаешь американскому. Если хочешь идти, иди. Если хочешь идти, иди. Если хочешь идти, иди. Так, у тебя слишком сильный южный акцент. Тебе будет трудно. Другие девочки говорят намного разборчивее меня. Мне нужно больше времени. Девушки, возьмите этот сценарий домой и выучите его. Героиню зовут Санни Роуз. Вы должны стать Санни Роуз. Выучите его к завтрашнему дню. У вас будет конкурс. Домашнее задание? Да тут работы на целый день. Все, топайте отсюда, топайте. Спасибо, до свидания. Забавный какой-то преподаватель у них такой. У него прикольный вайб. Здравствуйте, губернатор. Чудесный день. Здравствуйте, губернатор. Чудесный день. Чудесный день. Сегодня нам нужно выучить текст и как-то изображать этот персонаж. Хочешь порепетировать? Нет, я помню только про цветы. Покупайте цветы. Цветы. Покупайте цветы. Небо такое голубое. Лучшего дня и найти нельзя. О чем ты говоришь, детка? Я должна научиться говорить, как девушка из Англии. Она сама не умеет разговаривать. Цветы. Цветы. Все равно слышно, что я жила на юге. У меня плохое произношение. Я откажусь. Нет, сдаваться нельзя. Я не могу это изображать. Как-то она подавлена, Тиффани, в этой серии очень. Привет. Привет, привет. У моей бабушки совсем нет денег. А мне сказали здесь, что мне нужно иметь два купальника. Тогда бабушка отключила у себя свет, чтобы я могла купить себе купальники. Да, классная бабушка. Только бабушка поможет мне как-то собраться с мыслями. Мне здесь совсем не с кем поговорить. И не надо тебе ни с кем разговаривать. Делай свое дело, и все. Это самое трудное. Я должна перестать быть собой. Я улыбаюсь, но в душе я плачу. У тебя все получится. Я горжусь тобой, потому что ты держишься. С трудом. Мы должны разыграть сцену, которую мы получили от Ларри. А у меня это не очень получается. Самое трудное для меня — это быть разной. Санни Роуз. Я знаю, что у меня хорошие шансы на победу. Купите цветы. Не знаю, мне Мишель почему-то стала напоминать какого-то персонажа из игры «Симс». Знаете, вот именно тем, как она двигается, как она говорит, мимикой какой-то. Ну, я не могу теперь это разведить. Мы вошли и увидели, что Ларри уже там. Это наш инструктор. Сегодня мы хотим посмотреть, чему вы научились вчера. Но играть вы будете не со мной, а с нашим особым гостем. Он топ-модель, актер, звезда телевизионного шоу. Пища для души. Борис Конжо. Ну, классика, классика. Они зовут какого-то секси-мена, который вообще мы... Ну, я не знаю, вы знаете кто это, я вообще понятия не имею. Но механика одна, каждый раз. Не знаю, мне он кажется каким-то немножко странным, вы не находите. Может, одет он странно как-то. Тоже какой-то «Симс» персонаж. Я видела его в кино. И вот он здесь. Вы готовы? Сейчас вам надо сделать макияж и надеть костюм. Я сейчас упаду. Я перед ним ни слова не скажу. Кошмар. Нам дали пакет с какой-то старой одеждой. Макияж мы должны сделать сами. А еще нужно сделать так, что у нас как будто нет одного зуба. У меня такая каша в голове. Я не знаю, смогу ли я изобразить совсем другого человека. Я ужасно нервничаю. Я не помню тексты, могу оказаться в дураках. Я должна сыграть как можно лучше. Но у меня есть сомнения. Я немного волнуюсь. Бритни, ты первая. Покупайте цветы, покупайте цветы. Здравствуйте, губернатор. Прекрасный день, не так ли? Я не заметил. Не заметили? Солнышко светит. Небо такое голубое. Сегодня прекрасный день. Можно спросить, мы должны радоваться этому ясному солнечному дню? Я, это я. Я Санни Роуз. Да, да. Я Санни Роуз, да. Санни Роуз, ты занялась не тем бизнесом, Санни. Ты прирожденная актриса. Вы хотите угостить меня яблоками или грушами? Нет. Я знаю много парней. Мне кажется, или он от Британи засмущался сам. Потому что все остальные перед ним. Мне очень нравится, кстати, как играет Кейлин. То ли ей органичен этот образ, то ли что. И вот Британи я пока заметила. Мишель, интересно посмотреть. Мне надоели неприятности. Мне надоели неприятности. Продаю пирожки. Пытаюсь что-нибудь заработать. На таких наивных. Продаю пирожки. Извините, минуту. Извините, минутку. Ложь, нож, пирожок. Следующий. Здравствуйте, губернатор. Прекрасный день, не так ли? Я всегда выкладываюсь полностью. Что это за лисичка такая к нам пришла тут? Мне очень нравится участвовать в этом конкурсе. Роуз. Красавица Роуз. Посмотри на меня. Настоящая жизнь. Высокая мода. Спасибо. Мишель, теперь ты. Мишель четыре года занималась театром. Она мой самый сильный соперник. Здравствуйте, губернатор. Прекрасный день, не так ли? Я не заметил. Не заметили? Не заметили? Некоторые девушки уже успели победить в каком-то конкурсе. Наконец-то и у меня появилась такая возможность. Настоящая жизнь. Высокая мода. Я отлично справилась. И настроение у меня просто отличное. Ну, выглядит действительно неплохо. Учитывая то, что плохо слышно озвучку, и мы можем по мимике больше части судить. Ну, мне понравилось. Можете начинать. Цветы. Покупаете цветы. Здравствуйте, губернатор. У Тиффани такой южный акцент с плантацией Алабамы. Солнце светит. Небо такое голубое. У нее свое собственное кино. Эти проблемы... Стараюсь... Я смотрю на Бориса, а он на меня. Я смотрю на него. Бори, говори свою фразу. Он даже не пытался мне помочь. Он смотрит на меня, и все. Я так смутилась. Но мне наплевать на этот конкурс. Странная у Тиффани позиция, конечно, в этой серии, но мне кажется, вот, если бы все было идеально, но акцент, да, подвел, ну, все бы закрыли на это глаза. Тут что-то как-то у нас... Я закончила. Ну что ж, девушки, вы отлично поработали. Бритни? Я здесь. Мне понравился твой акцент. Спасибо. Татьяна? Не надо теряться, если ты забыла или пропустила одну фразу. Кэйлин? Кэйлин, половину сцены пришлось бы пропустить, потому что ты ругалась. Кристина пропустила пару страниц. Да. Мишель, ты смотрела куда-то в сторону. Ребекка. Ребекка. Я бы хотел видеть больше страсти, чувства. Я слушала критические замечания и кивала головой, но на самом деле я расстроилась. Наима. Хороший акцент. Кокетливый. Она молодец. Кенни. Игра, флирт, контакт. Все хорошо. Тиффани. Шляпка симпатичная. А теперь мы объявим победителя. Победитель получит. Нам нужны фамфары. 10 тысяч долларов на покупку бриллиантов для себя и двоих подруг. Нет. Это шутка? Это не шутка. 10 тысяч долларов. Им надо заранее было сказать, они бы старались точно лучше. Долларов на бриллианты. Вы слышали? 10. А теперь позвольте объявить победителя. Наима. Наима. Наима, иди сюда. Спасибо. Выбери себе двоих подруг. Мишель. Мишель, иди сюда. У меня второе место, но я получу бриллианты. Мне кажется, Наима выбрала Мишель, потому что она знала, как она старалась. И она бы так расстроилась. Мне кажется, классный поступок. Ну, есть ощущение, что я, конечно, не видела, с кем Наима общается лучше, но есть ощущение, что она выбирает тех, кто сыграл классно, реально. Сейчас, возможно, у нас бриты не будет. И Татьяна. Ладно. Отмена. Что? Татьяна. Ну и стерва. Татьяна получит бриллианты. Мне это не нравится. Пока, Тиффани. Ау! Кокни, это английский для гетто. Для белого гетто. Мы сидим в ресторане, болтаем, обсуждаем этот Кокни. А что такое этот Кокни? Английский из белого гетто. Они так говорят про гетто, как будто это что-то плохое. Как будто из гетто выходят только плохие люди. Там есть и умные люди. Моя мама умная, моя бабушка очень умная. Я тоже из гетто. Я сама это выбрала. Да, я это я. В интерпретации многих людей гетто это что-то очень плохое. Не все так думают. Вот почему я не разговариваю с теми, кто живет в Комптоне. Какая глупость. Мне хочется домой. Мне очень не нравится то, что мне приходится многое менять в себе. Меня это огорчает. Может, я просто не могу быть моделью. Может, это вообще не для меня. Кто знает. Хочешь сидеть на переднем сидении, Наима? Пока, девочки. Я, Наима и Мишель пришли в какой-то очень старый банк и спустились вниз. Здравствуйте, девушки. Проходите. Я Дэн, исполнительный директор компании Крайка Даймондс. Я хочу преподнести вам украшения из брелев. Ну, очень кинематографично. Просто в стиле фильма какого-то типа престижа, да? Когда с банком вот эти двери огромные. Интересно посмотреть. Наверное, можно загуглить этот момент. В том году, какой был курс, ну, примерно понять, сколько это денег, 10 тысяч долларов, в то время было. У них там огромное хранилище за массивными дверями, как в кино. Мне даже не верится, что все это правда. Проходите. Спасибо. Они начали доставать бриллианты. Боже мой! Наима, ты выбираешь первое. Мне нравится вот этот желтый. Желтый. Замечательный камень. Мне понравился кулон из желтых бриллиантов. Он уникальный. Такой же, как я. Мишель. Вот это. Мне тоже нравится. Большое спасибо. Пожалуйста, поздравляю, Татьяна. Ты замечательно выглядишь. Спасибо. Ты очень красивая, прошу. Большое спасибо. Я надеюсь, что вы довольны своим выбором. Потрясающе. У меня, кстати, нет такого момента, что у меня прям дух захватывает каких-то бриллиантов. То есть я не ощущаю их ценность. Возможно, как-то я не вникала в эту тему. Но для меня, я не знаю, бижутерия, бриллианты. Возможно, кстати, я не носила. Просто проблема в этом. Именно какую-то супердорогую ювелирку. Не знаю, меня прям не захватывает дух от вида, как у них сейчас было. Когда они зашли и увидели эти камни. Но думаю, что немного людей меня поддержат. Привет, милый. Привет. Я так нервничаю на этом конкурсе, что меня даже тошнит иногда. Здесь все дается с таким трудом очень трудно. Понимаешь? Ты хочешь сказать, что это сильный стресс? Да, это такая долгая и трудная борьба. Я понимаю, что нужно работать и молюсь, чтобы что-то получилось. Помни, что ты у меня сильная. Ты уже многого добилась. Письмо от Тайры. Кого нет? Тиффани отдыхает. Топ-модель не может быть трусом. Завтра полетят перья. Будьте готовы к 8 часам утра. Трусом, топ-модели. Я, кажется, знаю, что будет за съемка. У меня просто сейчас так вспышкой вот это вот фотки. Может быть, я сейчас когда что-то искала, их заметила где-то. Но я прямо вот с перьями, я знаю, что там будет. Будут прыгать с самолета? Я никогда не понимала писем Тайры. Я устала гадать. Я хочу еще раз прочитать. Судьи видят прогресс в фотографиях других девушек, только у меня ничего не меняется. Мне нужно прорваться вперед. Я должна это сделать. Я не хочу уходить домой. Тайра написала в письме. Топ-модель не может быть трусом. Завтра полетят перья. Я думаю, что сегодня у нас будет... А, нам еще и некорректно перевели, по всей видимости. Что-то я не слышу. Вот в озвучке оригинальной, там про перья, ничего. Я здесь подпишу, потому что я могу загуглить название серии и подпишу перевод. Можете посмотреть, насколько нам корректно перевели, потому что с фотосессией у меня ассоциировалось именно слово перья, а там что-то просто про полет. Насколько я услышала, надо проверить. Сейчас не буду уже отвлекаться. Рискованная и опасная фотосессия. Они хотят посмотреть, как мы справимся. Я готова работать, потому что я не хочу домой. Мы поднимаемся на какие-то холмы. Я подумала, что они заставят нас прыгать откуда-то. Доброе утро. Посмотрите, какой прекрасный вид открывается отсюда, с холмов Голливуда. Так красиво, и мне кажется, там такая классная погода. Я прям захотелась вот туда, в то место. Люблю очень природные такие локации. Кайф. Вам, наверное, интересно, зачем мы приехали сюда. Сегодня мы дадим вам возможность проявить немного агрессии и сексуального желания. На этой фотосессии вы будете работать не одни. Рип, подойди ко мне. Ну, конечно, ну, конечно. Нам же в этой серии как раз очень сильно показывают, что Ребекка с парнем постоянно разговаривает и скучает. Ну, конечно же, сейчас будет у нас модель-мужчина. Да. Его зовут Рип. Рип, топ-модель. Боже. Что мы сегодня будем снимать? Это наши девочки. Вы видите, как одет Рип? Келлен, ничего страшного, ты можешь это снять. Келлен просто как помидор. Ой, ну в этом она милашка, не знаю. Такая, знаете, только узнает все свои эмоции. Прикольно за этим наблюдать. У нее прям трансформация какая-то идет. Не опасно. У меня никогда не было парня. Я до сих пор как пятиклассница в этих вопросах. Я сразу краснею и смущаюсь. Если на нем так мало одежды, то что будет на вас, как вы думаете? Немного. Девушки на вас будут прекрасные бюстгальтеры. Вы наедине со своим парнем, вам весело. Эта ситуация должна быть достоверной. Я не в таком восторге, как некоторые девушки. Я обручена, и после возвращения домой выхожу замуж. Мне как-то неловко. Это наш фотограф Куаку. Здравствуйте, девушки. Давайте работать. Золото. Вы посмотрите. Я хочу использовать все, что можно на этой фотосессии. Я должна изобразить сексуальный призыв. Как раз это им надо. Что мы продаем? Бюстгальтеры. Звучит неплохо. Помни о белье, помни о белье. Хорошо. Вот вы как считаете, эта фотосессия сложная? Нет, я считаю, очень. Ну, чисто для меня. Я и так-то неконтактный человек, а тут еще и не тактильный. Тут еще и... Такую фотосессию я не хочу повторять. Хорошо, Бритни, молодец. Вы видите, что у нас довольно много оборудования. Перьев, ветер, вентилятор. Ну, как хорошая топ-модель, вы должны с этим справиться. Хорошо. Очень хорошо. Бритни была прекрасна. Хорошо. Круто. Ну, она прям вот играла. И обратите внимание, что у нас опять съемка в белье с мужчиной-моделей, но она намного, намного более современная, живая, что ли, чем съемка в Париже. Помните, с которой нас всех бомбило? Когда они на фоне Эйфелевой башни, как будто фотообоев снимались, было ужасно. А здесь, мне кажется, неплохо должно получиться. Кстати, я сейчас подумала, что вот у этого парня на самом деле, ну, без всяких там шуточек, довольно сложная работа, представляете? Вот они вышли там, на максимум 10 минут отснялись, а он там все это время за стеклом под палящим солнцем, в перьях и у тебя каждые 10 минут приходит какая-то новая девчонка, с которой нужно круто сняться. Это вообще нелегко, я думаю. Она была очень красивой. Тебе было интересно? Да, очень. Какая-то искра пробежала? Нет. Нет? Пробежала. О, боже, я не хочу так сниматься. Уведите меня отсюда, мне страшно до смерти. Кинья, посмотри на меня. Расслабься. Кинья. Скрути его, девочка. Поднимись немного, еще немного. Хорошо. Хорошо, почувствую его настроение. Кинья не слилась с партнером, она не нашла эту связь. Закончим на этом. Ты не хочешь запрыгнуть на него? Когда мы идем на фотосессии, я всегда нервничаю. Я не знаю, что там будет, но я не хочу, чтобы из-за моей нерешительности меня отправили домой. Я чувствую, как бьется сердце. У них неплохо получается. Как в первый раз. Не бойся его. Ну, я не знаю, я не знаю. Вроде когда вот модель, как Бритни, допустим, да, себя очень органично там чувствует, я не чувствую никакого дискомфорта, глядя на них. Сейчас я как-то, видимо, считываю эмоции Кейлен, и мне как-то некомфортно. Не знаю, как бы сказать. Наверное, не очень мне нравится ощущать вот эти эмоции у нее и у Ребекки. Если Кейлен хотя бы, как я поняла по ее словам, она хочет пойти в эти страхи, чтобы вырасти над собой, то у Ребекки я не вижу никакого вообще желания идти в эти страхи, ну, по причине того, что просто ей некомфортно. Что вы думаете про такие испытания на конкурсах? Ну, даже вот сейчас было бы такое. Приемлемо ли это из-за того, что это конкурсы, ну, они знали, куда идут, либо не должно вот таких ситуаций быть, когда, ну, что-то чересчур. То есть у них тут довольно близкий контакт. Насколько это ок, по вашему мнению? Я, как обычно, формирую пока позицию, не знаю. Я допускаю оба, ну, скажем так, развития событий. В общем, эти все съемки, конечно. Интересно, интересно. Пусть он обнимет тебя, а теперь оттолкни его. Еще раз, еще раз сначала. Кейлен растерялся от такой интимной сцены. Он твой парень. Ей надо работать над этим, потому что топ-моделям часто приходится работать с партнером. Тиффани. Нужно работать. Нет времени на то, чтобы стесняться. Ты должна сделать так, чтобы все было правдоподобно. Я очень хочу сделать так, чтобы все поверили. Опусти подбородок, Тиффани, еще ниже. Покажи белье. Я чувствую себя так глупо. Я сейчас ничего не соображаю. Посмейся. Я не могу перевоплотиться. Отбрось волосы назад. Посмотри ему в глаза, Тиффани. Надо смеяться, девочка. Тиффани сама не расслабилась и ему не позволила. Это было труднее, чем я думала. Если у меня не получится хорошая фотография, меня могут отправить домой. Давайте, ребята, Кристина, больше действия. Сексуальная улыбка. Кристина, веселей. Хорошо, очень хорошо. Маима, улыбайся. Держи подушку, держи подушку. У нее еще сложнее задача. У нее видеть, как неудачно улетает шиньон или что-то. Ей прицепили, чтобы волосы длинные были. Мне кажется, нам надо либо фотошопить, либо сейчас активно ей думать про это. Добавляет проблемки. Мне было трудно собраться, когда отовсюду летели перья. Мы все наглотались перьев. Да, это точно. Напряжение все нарастает и нарастает. Вы так сексуальны вместе. Я думаю только о том, чтобы поскорее закончить и уйти отсюда. Посмотри на него. На площадке я представила на его месте своего парня и старалась что-то сыграть. Ребекка, смелей. Я думала, что смогу справиться, но мне было очень трудно преодолеть свои эмоции и стеснительность. Улыбайся, улыбайся. Волосы. Ребекка совсем растерялась. Я ожидал, что она будет более агрессивна, но она ничего не сыграла. Кстати, снимки неплохие. Там то, что вот показали сейчас нам. Кто следующий? Мишель. Ты знаешь, что она занимается рестлингом? Не может быть. Правда? Мишель, ты умница. Схвати его за волосы сзади. Еще разок. Мишель сильная девушка, она так прихватила меня. Я могу повторить еще раз. Спасибо. Письмо от Айры. Интересно, что там? Завтра вы встречаетесь с судьями. Только восемь девушек смогут надеяться на титул топ-модель по-американски. Кенни, тебя отчислили. О боже, завтра отбор. Я даже не хочу думать об этом. Всю серию смотрю на эту клеенку. Просто обратите внимание, клеенка топ. Я не уверена, что судьям понравятся мои фотографии. Еще ни разу после фотосессии я не говорила себе, ты молодец. Я думаю, что сегодня они отправят домой меня. Я не очень уверена. Что у нее с волосами такое, они так сильно запутались. Это вот те нарощенные, интересно, так прям спутанные. После этих перьев, наверное, с ветром. Своей фотосессии. Не бойся его. Это так страшно. Бабушка все время говорит мне, ты будешь топ-моделью по-американски. А я и бабушка. Они выбрали меня не для того, чтобы я победила. Я гетто. Мне здесь не место. Причина большинства твоих страхов – это что-то новое, непривычное. Но о тебе будут судить по тому, как будут меняться твои фотографии. А вместе с ними и ты. Помни, что они выбрали тебя. Они хотят, чтобы ты была здесь. Видите, у нас Тиффани, видимо, думает, что она тут как персонаж, да, что ее взяли не за то, что у нее есть какие-то данные, что, ну, ее, грубо говоря, используют как интересного героя во время шоу. Ну, я думаю, что она в этом отчасти, ну, там есть правда, но я думаю, что действительно, если бы у нее были фотки топовые, если бы она менялась в течение шоу и старалась, там, превосходила себя, мне кажется, вообще бы этот персонаж имел все шансы пройти очень далеко. А сейчас какая-то она растерянная, я думаю, далеко она не пройдет. Так, рассматриваем снимок Тайры. У нее тут линзы зеленые, интересно, такие. Или свет так попал? Ну, съемка в стиле очень притянута, конечно. Ну, интересный кадр, очень классический, какой-то крэйзи образ, как вам? Пришло время провести шестой отбор, который на один шаг приблизит нас к следующей топ-модели по-американски. Странно, у нас половина, чуть больше половины шоу прошло, уже отбор. А что так долго будет? Вы знаете, какие у нас призы. Контракт с модельным агентством Ford Models. Разворот в модном журнале, где вашим фотографом будет знаменитый Джил Бен Самоне. И контракт на 100 тысяч долларов с известной косметической фирмой. Я знаю, что вы любите и ненавидите нас, судей. Так, Дженнис? Дженнис Диккенсен, одна из первых супермоделей в мире. Первая супермодель. Найджел Баркер, известный модный фотограф. Ноу Марин, редактор модного журнала и стилист. И наш особый гость сегодня, Борис Кондже, с которым я тоже работала когда-то. Сейчас мы поговорим о каждой из... Так, хочу найти фотки. Если найду фотки Тайры с тем Борисом, вставлю. Сейчас опять не буду отвлекаться. Но сначала необычное задание. Вы будете ведущими телевизионного шоу. Мишель, ты первая. Мишель, ты будешь ведущей этого шоу. Вспомни, чему ты научилась на этой неделе. Ты должна провести репортаж о том, что происходит на Парижской неделе моды. Но вы не будете читать сценарий, вы будете читать с листа. Развлекайтесь. Хорошо, я готова. Да. Здравствуйте, я Мишель, ведущая шоу на АНТ-ТВ. Мне всегда было интересно, насколько сложно читать с бегущих строк, как называется... Есть какое-то название у вот этого механизма, когда ты прямо возле камеры прочитываешь. Очень хочется попробовать. Неделя высокой моды в Париже. А телеколор — название игры. Ты можешь сказать... Магента? Магнета? Маджента? Шартуз? Шартуз? Я не знаю это слово. Яркие, волнующие краски. Вот что происходит здесь. Кристиан Лакуас. Кристиан Лакрой. Кристиан... И... Гермес. 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 Гермес произвел большой всплеск. Посмотри налево. Посмотри налево. Здесь Тиффани, топ-модель. И Карлин Каркова. Карвоза. Кер... Бла-бла-бла. О боже. Я хочу добавить немного шика. Немного клика. Да. Шика, чтобы походить на... Францесс. Бражас. О вор. О ревуар. О ревуар. Это провал. Здравствуйте, я Тиффани. На неделе моды в Париже. Техниколор. Название игры. Нет, я не могу. Можешь, читай. Я не могу. Почему? Сделай вдох и читай. Тиффани, другие девочки тоже не знают эти слова. Они придумали другие. Читай. Преврати это в шутку. Странно, что была похожая ситуация, когда были макияжи, когда нужно было им делать макияжи. И Тиффани тогда, по-моему, как раз сказала Мишель, что я тоже это не умею. Почему ты не пробуешь? Попробуй. И сейчас вот эта ситуация зеркальная. Странно, странно. Может, что-то случилось вне рамок шоу. Мы об этом не знаем. Она очень изменилась. И зови на помощь свой характер. Будь собой, я не знаю. Ты хочешь уйти домой? Если не прочитаешь, уйдешь домой. Что тут такого? Это просто слова. Шутка. Здравствуйте. Я Тиффани. A-N-T-A-T-V. На неделе моды в Париже. Ты можешь произнести «магнетик»? Читай. Харизматично. Чистое золото и шокирующее розовое? Десять топ-моделей. Боже, как трудно. Ладно. Десять топ-моделей. Боже, это тяжело. Десять топ-моделей. Тиффани, Кэнья и другие девушки вместе с самой Тайрой. Вернуться к Тайре. О, боже. О, боже. Такое унижение. Каждую неделю одно и то же. Мишель, подойди к нам. Ты была модным журналистом. Это имя? Эрмез. Эрмез. Гермс. Гермис. Девочки, вы должны выучить известные имена в этой профессии. Никто из вас не умеет читать, извините. Мишель, на последней фотосессии вы рекламировали белье и дрались подушками. Это твой лучший снимок. Берегитесь, девочки, это прекрасно. В тебе есть что-то, что соединяется с камерой. Я не вижу в этой фотке ничего, кроме начеса этого жуткого. Что же они сделали с волосами? Не буду комментировать, посмотрю в конце. Давайте остановим и поближе рассмотрим все фотки, как всегда. Бритни. Бритни была самой энергичной из всех. Чтобы быть корреспондентом, нужно быть личностью. Чтобы там не было написано, даже если ты что-то перепутала. Но это было совсем глупо. Про тебя скажут так, она чокнутая, но она мне нравится. Это твой лучший снимок, самый лучший, точно лучший. Я его очень хорошо запомнила. Я когда сейчас вам сказала, что вспомнила вот эту фотосессию с перьями, я именно ее кадр вспомнила. Сильный удар, девочка. Ребекка, ты была корреспондентом. Скучно, глаза смотрят в никуда, энергии никакой. Твой лучший снимок. Она не видит свет, модель должна купаться в свете. Но тело очень красивое. Разве это красивое тело? По-моему, неплохо. Посмотри на нижнюю часть. Оно распадается на части. Кенни. Я считаю, что тебе надо изучить словарь модных фамилий. Кристиан Лакруа. Ты убила этих дизайнеров. Твой лучший снимок. Грудь выглядит прекрасно, но лица на картинке нет. Но они продавали бра, поэтому я считаю, Кенни справилась. Фотограф говорил, что мы должны показать белье. Ты должна найти свет. Сделай вот так. Обмани. А не так. Хеллен. Кенни, откуда взялся этот мужчина? Неделя моды в Париже. Несмотря на то, что ты говорила, как погодные сводки, ты была воодушевленным борцом. Это твой лучший снимок. Волосы. Ты похожа на куклу, убитую током. Ну, кстати, она здесь очень, ну, тоже скромно выглядит, но мне кажется, это здесь играет неплохо. Зачем палец на световом пятне? Он смотрит на твою грудь. Вот это да. Джей сказал, что во время фотосессии ты стеснялась и что у тебя никогда не было парня. Что? У тебя не было парня? Я беру пятую поправку. Тиффани. У нее просто, блин, флажка у нее уже шея, все покраснело. Эх, засмущали девчонку. Иногда я падаю духом, и ты упала духом. Ты вышла отсюда в ужасном настроении. Каждую неделю все хуже и хуже. Каждую неделю все больше унижений. Я сказала, что я унижаю себя. А она это вслух проговорила. Я еще думаю, они так, ну, ее поддержали, несмотря на то, что она там пыталась сдаться. Прикольно, ну, было. Но, конечно, то, что она проговорила это вслух, не очень. Она сказала, да, каждую неделю все хуже, сколько можно унижений. Я знаю, что я сказала. Я не закончила. Ты красивая девушка, но с таким отношением, мисс Штучка, ты... Ты очень красивая, тебе не надо ничего скрывать. Ты должна выйти и сиять. Я не могу все время говорить тебе, читай, читай. Ты хочешь уйти домой? Это должно звучать у тебя в голове, потому что в реальном мире тебе скажут следующее, и все. Твой лучший снимок. Язык тела ясен наполовину. Видно, что ты скована. Ты не расслабилась, а выстроила стену между собой и Рибом. Да, я согласна, несмотря на улыбку, она, ну, видно, что очень некомфортно. Если у Кейлин это была эмоция смущения, то здесь прямо чуть ли не такого отвращения, что ли. Наима. Ты переиграла. Сразу виден наигранный характер. Твой лучший снимок. Волосы есть. Волосы есть? Ты не приложила никаких стараний. Я соглашусь, у тебя всегда есть возможность показать себя, но ты ее не использовала. Я должна лучше работать. Кристина. Кристина, твое чтение напоминало испорченный телевизор. Мне показалось, что ты говорила на иностранном языке. В следующий раз старайся говорить более разборчиво. Твой лучший снимок. Ты не симпатичная. Плохая. Плохая. Мне нравится энергия между вами. Хорошо, что ты не позируешь. Да, мне тоже снимок более-менее понравился. То, что он там непривлекательно выглядит, я такого не заметила. И, наконец, Татьяна. Татьяна, тебе очень не хватает уверенности. Ты не знаешь имен дизайнеров. Ты не могла произнести их, Кристиан Лакрой. Ты читала отвратительно. Твой лучший снимок. Боже мой. Даже в самый разгар драки подушками ты должна работать на камеру. Мне нравится очень. Тоже он такой живой получился. Покажи, Дженнис. Найджел будет моделью, а свет вон там. Свет вон там. Вон там. Я не смотрю вниз, иначе не будет видно твоего лица. А оно очень красивое. Найджел такой, ну окей, да, я должен быть миленьким. Щелчок затвора камеры – это возможность показать себя. Не упускай такую возможность. Аравуар, девочки. Бритни. Бритни – это дикая лошадка. Очень красивый свет, кстати. Обратите внимание, что даже не видно, ну, то есть у нас там был день, довольно яркое солнце. Очень красиво они обработали, что ли. Она начинает понемногу усмирять себя. Эта фотография – отличное подтверждение. Сексуальная, но не пошлая. Татьяна. Татьяна – не женщина, а девочка. Разве модная индустрия не нужны девочке? Да, но на фотографиях или на подиуме нужно уметь выразить какую-то уверенность. Наима. На этом снимке она похожа на Дракулу. Неплохая фотография, но я думаю, что она может лучше. Кенья. Все одно и то же. Я бы хотел видеть ее индивидуальность более отчетливо. Кэйлин. Она скучная, как фрегидная курица. Она не позирует. Боже, уберите, пожалуйста, этого судью. Просто он меня бесит. На снимке нет никакого продуманного процесса. Ребекка. Ребекка как миска с пастой. Ровная. Ей нужно добавить острого соуса. Немного перца чили. Тиффани. Тиффани могла бы стать моделью для высокой моды, но с таким отношением... Она хочет этого и в то же время боится. Лучше она уйдет сама, чем мы отправим ее. Кстати, я думаю, что это так и есть. Вот эти слова Тайры, я с ними согласна. Ей есть что предложить, но она не верит в себя. Мишель. Мне что-то не нравится в Мишель, но если сложить все вместе, то получается неплохо. Кристина. У Кристины лицо для макияжа. Ей, как и другим девушкам, нужно избавиться от своих слабостей. У нее нет верхней губы. Сегодня девочки выступили ужасно. Я не вижу драйва. Я не вижу голода в глазах. Они все какие-то безликие. Нужно что-то такое, что может подстегнуть конкурс. Им нужно проснуться. Я согласна, кстати, с тем, что у нас довольно спокойная такая вот по характеру атмосфера у девушек. Но в этом сезоне сутью очень активный Джейнис. Просто она по-другому для меня раскрывается. Найджел что-то говорит постоянно. Но этот Нол Марин тоже не стесняется в выражениях. Несмотря на то, что он меня бесит, он весьма активен. Время голосовать за фотографии. Пишите имя той, кто понравился вам больше всего, и той, кто понравился вам меньше всего. Фотки в полном размере, как всегда, будут в телеграм-канале. И там же будет голосовалка. Не забывайте переходить туда. Так мы выберем своего победителя по итогам этого сезона. Этот взгляд Тайры. Эта неделя была очень интересной для судей. Судьи разочарованы. То, как вы читали текст, играли роль корреспондента, совсем не похожа на тех, кто хочет стать топ-моделями. Мы не ищем совершенства. Мы ищем многообещающую перспективу. То, что мы увидели сегодня, нас огорчило и разочаровало. Но была одна девушка, которая выделялась своей фотографией и прочтением текста. Вы должны опасаться ее. Бритни. Ладно, признаюсь вам, одна из моих любимых. Очень рада за нее. Ну, первый раз нам проговорили, что лучшая работа у первой девушки. До этого просто, ну, там ты, ты, ты. Я горжусь тобой. Спасибо. Поздравляю. Ты продолжишь участие в шоу «Топ-модель по-американски». Большое спасибо. Кения. Спасибо. Наима. Кристина. Мишель. Поздравляю. Кейлин. Поздравляю. Ты продолжишь участие в шоу «Топ-модель по-американски». Я назову следующее имя. Кристина. Поздравляю. Большое спасибо. Я назову следующее имя. Я боюсь. Я знаю, что это за серия. Ужас. Удивительно, удивительно, что Татьяну оставляют. Я вообще не понимаю. Для меня вот те, кто сейчас на вылет, они намного ярче, как будто, чем она. Я немножко какой-то хейтер, да, Татьяна? Ну, действительно, ничего не вижу. Что вы думаете про Татьяну? Напишите, пожалуйста. Может быть, я что-то не замечаю просто. Поздравляю. Ты продолжишь участие в шоу «Топ-модель по-американски». Тиффани и Ребекка, подойдите ко мне. Вы обе оказались здесь по разным причинам. Ребекка, ты такая красивая. Возможно, у тебя самое красивое тело из всех присутствующих. Я знаю, что ты этого хочешь. Я знаю, что ты стараешься, но твой прогресс какой-то осторожный. Тиффани, ты стоишь здесь, потому что все остальные хотят этого больше, чем ты. Твоя бабушка хочет этого больше, чем ты. Если у нас была трудная, тяжелая жизнь, и вдруг появляется какая-то редкая, фантастическая возможность, нам кажется, что мы этого не стоим. Но если ты сама в это не веришь, то никто из судей, и я тоже не поверю, что ты чего-то стоишь. Мы считаем, что тебе надо еще немного времени, чтобы посмотреть в зеркало, найти себя и полюбить себя. Сегодня нам трудно принять решение. Вы поставили меня в трудное положение. Сегодня вы обе соберете вещи и вернетесь домой. Спасибо. Смотрите веселей. Почему вы такие грустные? Удачи вам. Перестань, девочка. О, девочка, ты должен остановиться. Ты сломаешь мне спину. Вы можете подойти ко мне? Я хочу что-то сказать вам. Ребекка, меня восхищает твоя эмоциональность. Мне кажется, что это очень важно для тебя. Тиффани, ты меня очень огорчила. Для тебя это шутка. Ты прошла курс борьбы с гневом. Твоя бабушка отказалась от освещения в доме, чтобы ты купила купальники для конкурса. Тебя отчислили, а ты шутишь и смеешься. Это серьезно для всех девушек. И для тебя должно быть серьезно. Впечатление может быть обманчивым. Я расстроена, но... Я не могу измениться, Тайра. Можешь. Что ты не можешь изменить? Я устала плакать из-за того, что я не могу измениться. Я устала от всего этого. Нет, все. Спасибо. Ты устала не от неудач. Нет, это правда. Это неправда. Если бы ты устала от неудач, ты бы работала вдвое больше и взяла в руки свою судьбу. Ты знаешь, что ты могла победить. Ты знаешь, что вся Америка болеет за тебя. Ты это знаешь? А ты отнеслась к этому как к шутке. Ты посмотрела на плакат и говоришь, я не могу это прочитать. Ты прочитала в 10 раз лучше, чем половина остальных девушек. Да, лучше. А ты пришла сюда с пораженческим настроением. У меня нет такого настроения. Возможно, я злюсь в душе. Мне было так трудно, поэтому я злюсь. Нет, дело не в этом. Помолчи, Тиффани. Замолчи. Что это с тобой? Молчать. Я никогда в жизни ни на кого не кричала. Иногда моя мама так кричит на меня, потому что она меня любит. Я болела за тебя. Мы все болели за тебя. Сделай выводы для себя. Когда ложишься вечером в постель, отвечай за себя сама, потому что никто не будет отвечать за тебя. Ты закатила глаза, потому что слышала это и раньше. Ты все это слышала. Ты не знаешь, через что пришлось пройти мне. Ты понятия не имеешь. Но я не стала жертвой, и я училась на этом. Ты должна отвечать за себя. Будьте ответственность за себя. Я никогда не видела Тайру такой. Я даже представить такого не могла. Она сердится, потому что Тиффани совсем не изменилась, и воспринимает конкурс как шутку. Ей это совсем не нужно. Я не буду ломать тебя ради какого-то дурацкого конкурса. Мне не нужно было приезжать сюда и проходить через этот ад. Я думаю, что Тайра права. Тайра. Она была права. Меня здесь держит только моя бабушка и мой ребенок. Я старалась удержаться здесь ради бабушки. Она хочет для меня только лучшего. Я очень расстроена сейчас. Но многие девушки хотели и не смогли попасть сюда, а я здесь. Я ухожу домой, но я многое узнала о бизнесе, о себе и о своих приоритетах. Семья – это самое главное. Я вернусь домой и выйду замуж. А там посмотрим. Отчасти я сдалась. Да, мое отношение было неуважительным, но кое-что я увожу домой. Тайра так болела за меня. Она так кричала. Я ее очень уважаю. Она могла бы сказать, «Мне все равно, пока». Но я вижу, что она очень верила в меня. Как приятно это осознавать. Я вернусь домой, все будет в порядке, и я стану прежней. Тиффани. Have a good life now. And be the best man in you. Трыш. Я в шоке, конечно. Я не помнила этот момент, из-за чего он произошел и так далее. Я помнила лишь скрины, которые постоянно мне скидывали. Видела комментарии про то, что «Ой, я жду, пока мы дойдем до этой серии в четвертом сезоне». Ну, я понимала, что она будет. Я каждую серию, честно сказать, до этой серии смотрела и понимала, что сейчас может это произойти, сейчас может это произойти. Тем более у Тайры сейчас прическа каждый раз похожая, одна на другую. Ну, что сказать вот сейчас. Я смотрела на эту ситуацию, я пыталась вникнуть, понимаю, что сейчас произойдет, во все, что происходит. Давайте так. Мы можем видеть то, что нам показали. Как всегда, не забываем об этом. Монтаж — это дело, очень меняющая реальность. Мы видим 40 минут из их недели, например, да, и это надо учитывать. Но то, что нам показали, дало мне понять, что, да, Тиффани действительно не воспользовалась шансом, который ей был дан. Она сдалась. Виню ли я ее в этом? Нет. Потому что, скорее, она ступилась в том, что следовала не своим желаниям, а желаниям своей бабушки, навязанным, по сути, да. Если у нее действительно не было тяги к модерингу, ей просто не нужно было сюда приходить, как она и сказала в итоге. То, что Тайра так взорвалась, я думаю, на это влияют эмоции и ожидания Тайры на самом деле. Да, я считаю, что она сказала все по факту, что Тиффани сама в себя не верила, и в этом проблема. Я думаю, что Тайра привязалась к Тиффани и к ее истории, и болела за нее как, ну, частично за себя, поэтому ее так бомбануло. Если бы ей было все равно, конечно, это ее так бы не задело. Для меня странно, что Тиффани восприняла вот этот вот крик Тайры как что-то поощрительное, то есть, видимо, в какой-то ее картине мира это круто, да, что за нее так переживали. Это отличается просто от моего видения, поэтому я не могу тут никак это прокомментировать. Ну, раз это на нее так сработало, наверное, это лучший исход для нее, потому что она не в отчаянии, она не упала на дно, да, эмоциональная после этого момента. Возможно, Тайра даже этой эмоцией дала ей то, что было нужно. Меня удивляет, на самом деле, эмпатия Тайры, несмотря на то, что, да, она здесь накричала на участницу, и я не поддерживаю это. Я говорю, что тут играло роль именно ожидания Тайры играли роль, но при этом, видимо, это сработало. Очень я хочу сделать спецвыпуск, оказывается, теперь у нас еще больше девушек в него войдут. Очень интересно посмотреть, как сложилась жизнь, и я надеюсь, что Тиффани в итоге зашла на какой-то путь, который ей был близок, а не ее близким. Сильная серия, долгое завершение в этот раз, но мне хотелось прокомментировать, при этом досмотреть до конца все, чтобы все учитывать. Я думаю, мы с вами можем уже сейчас в сознательном возрасте пересматривать эту ситуацию, взять из нее что-то хорошее, а именно то, что нужно следовать своим желаниям, нужно слышать себя, нужно учиться это делать, если это не получается, потому что пока вы не услышите, что на самом деле вы хотите делать, все будет идти плохо. В моменте может быть хорошо, но в итоге, приходя к какой-то цели, вы не будете счастливы, как в том случае, если бы вы шли к своей цели, которую вы себе сами поставили, к своим желаниям. Раз про это зашло дело, на самом деле эта тема сейчас близко мне, потому что последние полгода я сейчас растроглась, мне сейчас голос начнет трястись, но это нормальная реакция, если что, с этим ютубом, с тем, что сейчас... Сейчас, ладно. В общем, скажу кратко, чтобы не разреветься здесь. Я сейчас как будто бы на своем пути, и то, что я сейчас делаю, то, что делаю и по работе, и по блогу, в ютубе, в инстаграм, в телеграм, все, что сейчас происходит, это именно мой путь, и когда я на него встала, мне просто... У меня просто начало все складываться, и все, что складывалось вокруг меня, оно приносило мне счастье. До этого были удачные кейсы, я работала и репетитором, я хорошо работала, и фотографом я хорошо работала, были перспективы, был рост везде, но конечный итог не приносил мне счастья. А сейчас я в моменте ощущаю себя очень счастливой, поэтому ищите свое дело, я всем вам это желаю. Такая грустная, ну, такая трогательная нота, закончу это видео на ней. Спасибо, что были со мной, я пошла готовиться к спецвыпуску, и смотреть следующую серию, наконец-то эта серия прошла, потому что я ее ждала с опаской. С вами была Юлия Месс, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok